Всем привет, с вами Даниил. В этом видео я покажу способ, как подружить SDK Яндекс.Игр и движок Godot Engine. Я подготовил несколько сцен, где будет проходить демонстрация. Первую сцену я назвал First, вторую Second. В первой сцене будет демонстрация награды за рекламу посредством нажатия кнопки «Получить монеты» с иконкой. Также здесь есть кнопка «Вперед», с помощью которой мы переходим в сцену Second. В момент перехода будет демонстрироваться так называемая межстраничная реклама. Чтобы присоединить SDK Яндекс.Игр, необходимо зайти в настройки экспорта проекта и, если нет шаблона версии для браузера, добавляем его. На заметку, для того, чтобы вы могли добавлять шаблоны экспорта проекту, необходимо иметь установленные шаблоны экспорта. Если у вас какие-то ошибки выскакивают там внизу, заходите в Editor, Manage Export Templates и устанавливаете шаблоны. В шаблоне для браузера находим поле «Head Include» и вводим туда строку, которая нам предлагает написать из официальной документации SDK. Официальная документация будет в описании. Во втором блоке «Скрипт» добавляем функции, которые понадобятся для работы рекламы. Параметр «Callback» пригодится для построения связи в движке. В качестве примера я создал файл глобального скрипта GlobalGT, в котором я буду реализовывать ответ от SDK. Чтобы сделать скрипт глобальным, нужно в настройках проекта в разделе «AutoLoad» или «Автозагрузка» добавить сам скрипт. В скрипте будет находиться переменная «Coins» для сохранения количества монет в памяти, переменные «CallbackRewardedAt» и «CallbackAt» — это реализация параметров в движке для JavaScript функции «ShowAtRewardedVideo» и «ShowAt» соответственно. Переменная «Win» предоставляет доступ к JS-функциям игры, но это будет работать только в HTML5-версии проекта. Функции «JSShowAt» и «JSShowRewardedAt» будут использоваться в момент, когда и где нам необходимо показать рекламу. А функции «RewardedAt» и «Add» с нижним подчеркиванием будут использоваться автономно после выполнения JS-кода. Переходим в сцену «First» и создаем для нее скрипт. Мы подключаем сигналы к кнопкам и вызываем необходимые методы. Вызываем вознаграждение за рекламу и переход в сцену «Second». Делаем так, чтобы показывалась актуальная информация о монетах. Переходим в сцену «Second» и для нее также создаем скрипт. Делаем так, чтобы при переходе на данную сцену у нас показывалась обычная реклама и делаем возврат в сцену «First». Теперь идем проверять рекламу. Заходим в консоль «Яндекс.Игр» и добавляем приложение. Учтите, исходя из документации, рекламный блок будет создан только при полностью заполненном черновике, но не обязательно заполнять абсолютно все поля. Например, я пропустил поля скриншоты, видео и обложка, а на остальных полях на время можно написать непонятный текст, выбрать что-то случайно и загрузить какую-нибудь иконку. «Яндекс.Игры» принимает игры в виде zip-архива, название главного файла должно быть «index.html». Через некоторое время файл проверится и игра станет доступна вам по ссылке. Заходим в игру, нажимаем на кнопку «Получить монеты, чтобы проверить рекламу». Реклама работает. Теперь ждем, проверяем обычную рекламу. Все работает. Текстовый вариант видео доступен в статье на Дзене по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был Даниил. Всем удачи, мира и спокойствия. Всем пока.